Приветствую всех любителей и ценителей серии «Дожить до рассвета» и «Человек Медана». В этом гайде вы сможете понять, как открыть самую лучшую концовку для игры и, возможно, даже баговую сценку. Чтобы ее получить, вы можете использовать несколько вариантов. Но вот самые основные, которые выполнял именно я. Для начала, если у вас плохая реакция, как у меня, вы можете отключить временные ограничения на ГТЕ. Это значительно упростит вам жизнь. Жаль, я узнала об этом достаточно поздно, после прохождения игры. Ну да ладно, перейдем к основным аспектам. Первое. До погружения дайте Брэду выпить пиво. Его будет мутить и он останется в лодке. Второе. Конрад, а именно братишка-блондиночки, обязательно должен остаться на корабле. Потому что без него вы будете открывать совершенно другую концовку. Третье. Алекс должен сделать предложение Джулии и во время погружения она должна обязательно выжить. Для этого просто слушайтесь его и не вылезайте раньше времени. Четвертое. Флис и Брэд не должны быть убиты их друзьями. Мой совет, если вы будете находить всякое оружие и особенно гаечные ключи, лучше обходите их стороной. Это значительно упростит вам жизнь. А если вы этого не сделаете, у вас есть два варианта. Первое. Либо Флис должна вдохнуть свежего воздуха, или же Брэд должен остаться в лодке. Пятое. Ближе к концу игры вам нужно будет взять ребризер. Использовать его будет два варианта. Первое. Это для спасения собственной жизни после ошибки. И второе. Для спасения жизни нашего пирата. Только один хрен. Нахрен он нам нужен, если мы можем хорошую концовку получить и без него. Шестое. В нижней палубе, где наш одноглазый будет под действием газа болтать с трупом, вам нужно будет свистнуть ваше кольцо. Седьмое. Последнее. Вам обязательно нужно забрать ваш этот какой-то конденсатор. А. Механизм. Чтобы запустить лодку и уплыть со всеми. И самое сочное, ребята. Мини-бак. Когда вы используете поворот не туда, вы находите генератор и активируете его. После чего наш очкарик доносит наши координаты военным. И открывается действительно интересная концовка. Хотя не такая интересная, как и в само прохождении игры. Вообще, в общей сумме концовок где-то 10+. И хреново туча просто лабиринтов. И способов, чтобы добраться до них. На мой взгляд, самое лучшее, это где встречать это уголовое существо. Ну, это уже другая история. Также информацию я собирал с разных источников. Иногда игроки используют, опять же, разные действия. Но получают одну и ту же концовку. Поэтому тут описаны только самые основные моменты, которые вы должны выполнить. И всем приятного прохождения. Помните, голубки обязательно должны выжить.